Коллеги, добрый день. Хотел бы поделиться с вами некоторыми соображениями, связанными с Алексеем Николаевичем, наше направление, свободное программное обеспечение в общеобразовательной школе. И сегодня хотелось бы какие-то мысли по поводу того, как у нас вообще обстоит ситуация, поскольку общая тенденция, которая сейчас конца 2022 года, начало 2023, явно говорит о том, что вот тот долгий разгон, который наблюдался последние лет 5-6 по переходу вот этих ступеней отечественного образования на свободное программное обеспечение, наконец оно как-то очень серьезно сдвинулось с мертвой точки. Действительно, сейчас очень активно идет этот процесс. Хотелось бы посмотреть, что происходит в плане учебной поддержки этого процесса, в смысле наличия литературы, доступной и понятной, написанной таким образом, что эту литературу могут эффективно использовать школьные преподаватели, которым предстоит в ближайшее время достаточно серьезно углубиться в ту ситуацию, о которой они на самом деле сейчас, насколько я могу судить по тем школам московским, в которых работаю, что то, что происходит в педагогическом сообществе, мало кто на самом деле реально понимает тот масштаб изменений, который присутствует в смысле перехода на прикладное, по крайней мере, прикладное программное обеспечение свободное. И в этом плане хотелось бы, какие моменты отметить, что когда мы говорим о методике обучения именно информационным технологиям, то возникла такая формула, когда пытались осмыслить, что можно подразумевать под методикой обучения именно информационным технологиям, то пришло в голову то, что это можно рассматривать как некий набор алгоритмов в создании тех или иных информационных объектов, которые соответствуют той или иной изучаемой информационной технологии. Допустим, технологии обработки текстовой информации, или графической информации, растровой или векторной, технологии обработки звуковой или видеоинформации. То есть, по сути, для того, чтобы школьные преподаватели получили в свои руки какие-то эффективные методики обучения учащихся в работе с тем или иным свободным программным обеспечением, в принципе, было бы хорошо, если бы сообщество, которое занимается разработкой и обучением, использованием свободного программного обеспечения, оно могло бы такие алгоритмы предложить. И анализируя то, что сейчас у нас доступно, какие-то программные среды имеют разработанные методики или частично разработанные методики по их преподаванию. Допустим, среди таких сред можно отметить Максима, Октав, Skylab, ГИМП, Гнумерик, электронные таблицы. Достаточно много литературы методически посвящены пакеты OpenOffice. Ну и вот, допустим, достаточно много литературы посвящено языку программирования Scratch. Но если мы начнем, допустим, смотреть по каким-то другим программным средам, то столкнемся с ситуацией, что, в общем, там ситуация не такая благополучная, как вот, допустим, с какими-то перечисленными средами. И вот в этом смысле, как бы, вот, хотелось бы рассказать о том, что пытались сделать и что получилось из того, что мы пытались сделать. В частности, мы сконцентрировались на том, чтобы разработать некие фрагменты методик преподавания каких-то прикладных свободных сред, таких, допустим, как ГИМП. Вот эта вот статья была опубликована. Ну, в основном мы публикуемся в довольно таких известных профильных изданиях, как информатика в школе, информатика образования, которые, в принципе, читают основная часть педагогического сообщества, которое занимается преподаванием именно информатики, информационных технологий. И, на самом деле, вот многие, ну, допустим, в течение 5-6-7 лет явно можно отметить такую ситуацию, что статей, которые посвящены именно методике преподавания свободных сред, их очень мало. И, к сожалению, вот, ну, присутствует такая ситуация, мы пытались ее каким-то образом, так сказать, изменить, переломить. Ну, вот, как бы, в некотором смысле, хотелось бы показать, что из этого получилось. Ну, вот, в частности, допустим, статья, посвященная методике преподавания свободного ростового редактора ГИМП. Это в 2022 году было опубликовано. Вот статья, которая была посвящена методике преподавания обработки звуковой информации в свободном звуковом редакторе Аудасити. Это тоже в 2022 году. Это все журнал информатика в школе. Вот эта вот среда, понятно, что она не свободная, да, компас 3D, но, тем не менее, вот, ну, как бы, достаточно много занимался этим вопросом, и так или иначе, как бы, вот, ну, по крайней мере, хотя бы она бесплатная, да. Вот, эта статья была напечатана в 2021 году. Она, значит, как вы видите, посвящена методике преподавания векторной графики с использованием LibreOfficeDraw. Вот, ну, вот, это вот четыре статьи, которые были опубликованы вот на интервале последних полутора лет в вот таких вот базовых, как бы, трендовых журналах, связанных с информатикой в школе, да. Ну, в принципе, я думаю, что, как бы, ну, вот, педагогическое сообщество, которое так или иначе познакомилось с этими статьями, наверное, для себя, как бы, что-то из этого получило. Но я хотел бы, знаете, вот обратить внимание, да, это вот статья, которая уже подготовлена к печати, но пока не опубликована, тоже в журнале информатика в школе, но она принята к публикации, поэтому, в принципе, есть надежда, что в 2023 году появится. Я бы хотел просто обратить внимание вот на то, что, вот, на то, каким образом я пытался как-то, сейчас вот я какую-нибудь статейку покажу из того, что было опубликованных, на то, как бы, вот, каким образом я пытался, так сказать, ну, показать методику работы, да, вот в какой-либо программной среде. Ну, сейчас вот мы что-нибудь откроем, допустим, так, наверное, нет, давайте вот это, что-нибудь откроем и посмотрим, каким образом это было написано. Ну, вот, допустим, статья, посвященная методике преподавания технологии создания обработки звуковой информации с использованием свободного редактора Удасти. Поскольку статья ориентирована на школьного преподавателя, да, то вот, как бы, что здесь было отражено, но здесь был приведен некий анализ существующих программных сред, да, которые, вот, ну, являются альтернативными, да, в виде некой такой вот сравнительной таблицы. Были показаны, ну, плюсы-минусы, да, этих программных сред, вот, и какие-то их там проанализированы минимальные требования к компьютерам, на которых они могут быть установлены, проанализированы, значит, ну, литература, которая посвящена, которая существует на данный момент, которая посвящена именно этим программным средам, да, и, в принципе, дальше для, значит, для преподавателя предлагается поурочное планирование для введения этой темы, поурочное планирование предлагается в неком развернутом варианте. Естественно, понятно, что преподаватель имеет возможность как-то это в дальнейшем менять, да, там как-то переставлять уроки, что-то убирать, вот, но, по крайней мере, он получает некий каркас, да, тематический каркас, исходя из которого он понимает, в какой последовательности он будет предлагать материал по той или иной теме, да, вот, в данном случае здесь вы видите, что предлагается вот некое поурочное планирование на 10 уроков для ознакомления с работой с звуковым редактором Audacity. Значит, и потом идет подробное описание содержания образования по каждому из этих уроков, то есть здесь, вот, допустим, в частности описывается интерфейс и приведены конкретные, вот то, о чем я вначале говорил, то есть приведены конкретные упражнения, которые будут выполняться вот в данном случае в редакторе Audacity, да, то есть, вот, допустим, там какой-то первый этап будет заключаться, там, в нарезке звука, в сборке, допустим, какого-то аудиоролика, да, вот здесь подробно написано, каким образом это делается, да, приведены комментарии соответствующие, дальше, допустим, приводится, ну, в следующие ступени, да, это вот какие-то работы с звуковыми, со звуковыми эффектами, да, рассмотрены различные звуковые эффекты редактора Audacity, то есть, статья написана таким образом, чтобы школьный преподаватель, вот, получив в руки эту статью, мог бы, как бы, ну, прочитавшись, ознакомившись с этой статьей, в дальнейшем достаточно быстро, как бы, овладеть, овладеть работой вот с данным программным инструментом, да, ну, вот, в принципе, аналогично, нечто аналогичное можем, значит, так, нечто аналогичное можем продемонстрировать, ну, допустим, по, по другому какому-то программному инструменту, вот сейчас я, сейчас я найду, так, сейчас я найду, да, да, сейчас я здесь делаю, так, 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 допустим, вот последняя статья, это было, форматика в школе, так, так, это было, наверное, вот это, сейчас покажем, то есть, ну, вот, допустим, статья, посвященная методике преподавания графического редактора ГИМП, в принципе, тот же самый подход, то есть, преподаватель, который получает такую статью в руки, он, как бы, получает, в принципе, внутри этой статьи все основное, что ему нужно, да, то есть, он получает краткое описание тех источников, ну, допустим, книг, статей, или же, допустим, каких-то онлайн-курсов, которые посвящены, вот, в данном случае конкретно редактору ГИМП, да, он, как бы, здесь может познакомиться с какими-то характеристиками этого редактора, да, значит, то есть, здесь все, как бы, в одном месте собрано, чтобы ему в дальнейшем, так сказать, не искать это где-то, вот, по всем, так скажем, там, закромам интернета, да, не пытаться понять вообще, каким образом, где ему все это находить и к чему ему приходить, да, вот, к сожалению, этого действительно не хватает, то есть, дальше, значит, соответственно, преподаватель, так же, как вот из предыдущей информационной технологии, он получает поурочное планирование по этой теме, да, в данном случае для темы растровая компьютерная графика, здесь вот у меня набралось 14 уроков, материал неким образом уже отработан, он отработан в процессе, вот, допустим, ну, преподавания этой темы именно на ГИМПе, там, в течение двух-трех лет, и, как бы, вот, уже материал расставлен определенным образом, то есть, ему не надо пытаться, вот, методом тыка найти какие-то там подходы, вот, какие-то конкретные упражнения, то есть, вот, здесь вот идет, так сказать, идет набор упражнений по принципу усложнения предлагаемого материала, по принципу использования все более новых инструментов этого редактора, да, более сложных, значит, ну, так же, вот, как бы, какие-то приводятся здесь, там, допустим, вот, ну, интерфейс редактора, что-то открыто, вот, в этом редакторе, да, какие-то еще, вот, упражнения тут по использованию кистей, допустим, по созданию изображений, вот, с самого начала, не в плане обработки цифровой фотографии, а в плане, вот, как бы, полного, так сказать, создания с нуля графических изображений, вот, приведена технология, то есть, приведены картиночки, из которых преподаватель может понять, в последной, в какой последности он может выполнять эти упражнения, да, вот, то есть, какие-то, вот, примеры изображений, которые были выполнены по данным технологиям, значит, и, соответственно, подробное описание того содержания образования, которое будет изучаться на каждом из этих уроков. То есть, грубо говоря, вот, при наличии вот таких вот, при наличии вот такого материала, вот, с нашей точки зрения, таким образом организованного, таким образом, как бы, вот, ну, структурированного, школьному преподавателю будет значительно проще строить свою работу, да, и вот его работа дальнейшая, которая, естественно, будет связана с использованием свободного программ обеспечения, она будет проходить значительно менее болезненно, чем вот, если бы человек оказался в ситуации, когда, в общем-то, надо это все где-то находить и подбирать, и как-то строить, строить свою методику, грубо говоря, на пустом месте, да, ну, вот, вот такая вот, в принципе, ситуация. Значит, ну, в качестве вывода, что хотелось бы сказать, что, значит, в общем, ситуация не очень благополучна, то есть, если мы с вами посмотрим, то некоторые среды, ну, в частности, допустим, вот те, которые я хотел здесь показать, они, так, они, по сути, в данный момент лишены каких-то методик разработанных, да, и преподаватели, которые их будут, ну, в обозримом будущем использовать вот эти среды, да, то им придется, конечно, как-то, видимо, самим пытаться строить эти методики, разрабатывать. Это, конечно, достаточно тяжело, потому что иногда их квалификация, она, конечно, ну, несколько не соответствует необходимому уровню, да, но со своей стороны будут пытаться вот то, что вот здесь перечислил, как бы браться вот за разработку этих методик и таким же образом представлять их, ну, где-то вот в каких-то журналах для того, чтобы наш российский преподаватель, в общем-то, получил какие-то вот такие вот инструменты для себя и как-то вот его жизнь несколько упростилась. И вот этот процесс перехода, он бы все-таки был не настолько болезненным, как он, в общем, может быть без наличия. Ну, в принципе, наверное, все. Спасибо большое. Можем переходить к вопросам. Прекрасно. Клад заключается в том, что это все-таки предложение, да, не обозначая, что какие-то проблемы есть. Ну, конечно, проблемы все равно обозначены. И я бы хотел спросить по докладу, вот эти методики, я понимаю, они на себе испробованы, ну, у меня в коле тоже мастер-классы вы проводили, это было круто, но, в принципе, я бы хотел про распространение. Есть ли еще какие-то примеры, когда этим методикам были обучены какие-то еще учителя? То есть, может быть, им уже не просто статья в журнале, а вот уже попробовали, как учитель другой это воспримет, может быть, примет, начнет как-то это изучать, может быть, какой-то, не знаю, с коллегами был мастер-класс организован где-нибудь. Какой-то такой опыт есть вообще? Были, да, вот у Татьяны Николаевны мы проводили видео-мастер-классы по созданию поздравительных открыток в редакторе Library Office Draw, значит, но, к сожалению, я так понял, что он был, конечно, записан, то есть есть видеозапись, я так понял, что в тот момент, ну, кстати, нет, я извиняюсь, значит, к сожалению, я тут не так все мрачно. То есть я помню, я-то потом от Татьяны Николаевны получил, значит, для оценки работы, это были работы, значит, студентов колледжей, нескольких колледжей, и они были сделаны именно вот по этим, как бы, ну, технологическим картам, которые были, ну, нами показаны вот в виде там мастер-класса, да, и, в принципе, это были интересные работы, то есть как бы там были какие-то их собственные находки, да, то есть было видно, что они приняли вот эту технологию, эту методику, они ее как-то под себя немножко переварили, вот, и сделали что-то похожее, но даже что-то свое добавили. Вот это вот первое, что могу сказать, было приятно, потому что, ну, вот, получаешь такую обратную реакцию, вот, ну, то, что касается публикации в статьях, вот, в журналах, информатика в школе, информатика и образование, к сожалению, там плохо реакции, то есть как бы люди читают, потому что тиражи — это достаточно приличные у журнала, тем более, что они сейчас распространяются открыто, вот эти журналы можно скачать бесплатно с сайта и читать их, но, к сожалению, вот обратной реакцией, ну, допустим… Лайк не поставить. Да, никак не получится, вот, ну, и вот нет этой обратной реакции, вот это очень, конечно, ну, неприятно, то есть хотелось бы какое-то иметь сообщество, в котором обсуждают какие-то находки, допустим, которые там, вот как вот в случае с колледжами, вот эти студенты колледжей, да, допустим, они там сделали эти работы, вот это как-то нужно, да, то есть мне не хватает явно. Ну, понятно, вот мы здесь, в том числе, и для этого тоже собрались. Это вы ответили, что учащиеся приняли, я же про учителей спрашивал. А, ну, учителя, видимо, там были как бы за скобками, то есть, видимо, они тоже, они же, наверное, как-то помогали в этом процессе, да, то есть, ну, прямой, конечно, не было, да, только вот таким образом, то есть через полученные работы, через их анализ, но, к сожалению, да, вот с этим слабо, слабо, да. Слабо. Тут такой вопрос, что вот то, что вы показали методические материалы, они вот прямо такие вот, что шаг влево, шаг вправо, и все, вот учитель не будет знать, что делать. То есть, мне кажется, что тут стоит больше все-таки разрабатывать русскую документацию к этим продуктам, нежели вот этим методическим материалам. А вы представляете вот психологию школьного преподавателя? Психология школьного преподавателя, она часто такова, что человек настолько перегружен текущей работой, задачами, что ему нужно дать некий каркас. Человек получает каркас, начинает работать, исходя из этого каркаса, а дальше он уже понимает, что может в этом каркасе уже куда-то идти, влево, вправо, вверх, вниз, но у него хотя бы есть за что зацепиться. Если мы для школьного преподавателя напишем мануал какой-нибудь, как пишется, допустим, такой фактический мануал для LibreOffice, допустим, для OpenOffice, то в данном случае я не думаю, что вот такой вариант, то есть когда это будет просто описание каких-то конкретных инструментария и каких-то функций, школьному преподавателю надо дать практических заданий, из которых он может, исходя из них, дальше строить свою работу. А мануал, к сожалению, это не для школьного преподавателя. Тут надо просто понимать, для кого мы работаем. Я, во-первых, хочу вас поблагодарить за вот эту инициативу, потому что как человек, имевший отношение несколько лет как раз к преподаванию информатики в школе, причем в базовой информатике, вот такого рода структурированные материалы с закрытием методической части, с почасовухой, причем почасовухой, превосходящей то, что обычно бывает. А там сколько у вас на 1-2 графика часов? 14. Ну это полный, да. То есть линейный школьный преподаватель из этих 14 часов сделает свои 5-7, сколько ему надо, ему хватит за глаза того, что вы положили. Но вот вы говорите, что такого рода методичек нету. Почему их нет? Вы их не нашли в интернете? Ну их как-то вот до некоторого момента, как-то никто, видимо, не озаботился. А теперь вопрос. А если я буду вашу методичку искать в интернете, я ее найду? А вот смотрите, вот эти статьи, которые я показал, они в открытом доступе. Нет, они проиндексированы, они есть в поисковике, я составлю запросы, найду. В Ринце, пожалуйста, в Елайбор, да, они есть. Причем здесь Ринц. Я зашел в Google и сказал, мне, пожалуйста, методичку. Тогда, дорогой мой, методичек все еще нет. Вы сделали публикацию в бумажном журнале, в котором можно скачать PDF. Именно поэтому вы не нашли таких методичек. Они есть в других бумажных журналах. Нет, но я же… Откуда же мы знаем? Правильно. Вы всосали весь интернет и весь его прочее. Коллеги, вот прекрасно в кофе-брейк вписывается в вашу дискуссию. Все, все, все. Призываю такие вещи публиковать в индексируемых интернет-ресурсах. Иначе вас тоже никто не заметит. Понимаете? Спасибо. В принципе, это предложение. Все, спасибо большое. Мы начинаем. Спасибо. 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 Продолжение следует...